Скандальная российская биржа инсайдов и компромата собирается провести ICO Биржа информации JokerBus, известная также как биржа компромата, собирается провести ICO Площадка намерена привлечь 17,5 миллионов долларов Инвесторы получат право управления ресурсом, об этом сообщает РБК Биржа получила известность благодаря торговле материалами анонимного интернационала, также известного как Шалтай-Болтай Союзу хакеров, публиковавших в том числе закрытые документы по внутренней политике России и личную почтовую переписку членов правительства Об этом говорится в письме биржи, направленном ее клиентам Подлинность письма подтвердил один из получателей и представитель биржи JokerBus намерена привлечь 17,5 миллионов долларов Токены будут созданы на базе криптовалюты Ethereum в конце февраля этого года Реализация планируется в три этапа Закрытая продажа токенов по 2 цента за штуку для постоянных клиентов в марте Предпродажа по 4 цента с июля по сентябрь и, наконец, публичное размещение по 2 доллара с ноября по декабрь Заявки на участие принимаются до 20 февраля Держатели токенов, имеющие на руках более 1% от общего количества, будут считаться инвесторами и совладельцами биржи И смогут принимать участие в голосовании по всем важным вопросам функционирования проекта Кроме того, JokerBus обещает каждый квартал платить всем держателям токенов дивиденды от прибыли В письме также говорится, что биржа начнет работу на рынке торговли информацией не только в России, но и во многих других странах Биржа успешно функционирует более трех лет, оборот площадки превысил 5000 биткоинов Теперь перед нами стоит задача сделать площадку максимально прозрачной, абсолютной, легальной, децентрализованной и работающей не только на российском рынке, сообщил представитель JokerBus Корбованец выпустил мобильный кошелек для Android Украинская криптовалюта электронный Корбованец добавила в Play Store мобильный кошелек собственной разработки Приложение создано на основе частного исходного кода Для криптовалют, развернутых на базе протокола CryptoNode, таких как Байткоин, о которых мы рассказывали ранее, кошелек Корбованца является вторым подобным в мире И первым в мире с поддержкой NiaField Communication, технологией беспроводной передачи данных малого радиуса действия, с возможностью обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 20 сантиметров Также поддерживаются QR-коды и есть возможность полного восстановления кошелька с помощью seed-фразы, специального пароля из 24 слов Вдобавок, мобильный кошелек Carbo работает в легком режиме, без загрузки блокчейна на телефон и потому готов к работе сразу после установки Несколько дней назад Bitcoin.com упомянул Carbo как одну из немногих криптовалют, с отслеживанием которой есть проблемы даже у Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Проект по обеспечению децентрализованной кибербезопасности REMA завершает сборы на второй день ICO Украинский блокчейн-стартап REMA завершает сборы на следующий день после открытия ICO Собрана сумма, указана на экране Финальный объем средств для REMA чуть менее 15 миллионов долларов по текущему курсу Ethereum Проект создает протокол с открытым публичным кодом для создания децентрализованных приложений и обеспечения кибербезопасности Люди и машины смогут воспользоваться приложениями с помощью аутентификации без паролей Исполнительный директор стартапа Александр Момац, в прошлом герой интервью в авторской программе Realize, сообщает в Facebook об объеме аудитории REMA в мессенджере Telegram По его словам, стартап вышел на первое место среди проектов СНГ и на 20-е в мире по размеру комьюнити Чуть выше Litecoin, чуть ниже EOS – 26 тысяч человек Александр сообщил, что падение основных монет обернулось новым взлетом рынка токен-сейлов В хороший проект с маленькой капой оказалось легко зайти ощутимо подешевевшим биткоином или эфириумом и удачно зафиксироваться на пару месяцев Для нас хай повернулся волной скама Мошенники создали десятки аккаунтов, похожих на админов Пытались ломать почту, сайт предлагали принять эфир на пресейл и фишка последних пары дней – продажа мест в вайт-листе Сообщил Александр и напомнил, что все нормальные проекты проводят токен-сейл через смарт-контракт или личный кабинет Ценник листинга на популярных криптобиржах от блокчейн-эксперта Алекса Трауша Специалист по маркетингу ICO, участник множества блокчейн-проектов Алекс Трауш, огласил на странице Facebook прайс-лист добавления цифровых активов на популярные криптобиржи Стоимость листинга – Lifecoin от 2,5 биткоинов CoinExchange от 2 биткоинов Tidex от 2 биткоинов Liqui от 3 биткоинов BitZ от 4 биткоинов HitBTC – 20 биткоинов и 100 тысяч долларов BitSane и AnyBits по полбиткоина TopBTC от 2 биткоинов Yobit от 3 биткоинов Qcoin и OKX по запросу Общие положения для озвученных бирж Листинг от 1 до 30 дней в зависимости от биржи Гарантия возврата средств в случае непрохождения токена под правило биржи Наличие escrow – специального счета со средствами до выполнения обязательств по договору На нем находятся биткоины до листинга Наконец, гарантия D-листинга – 9 месяцев Киевский эксперимент – обмен криптовалюты на услуги парикмахерской В столице Украины готовится необычный эксперимент Чтобы узнать, сколько киевлян готовы использовать криптовалюту ежедневно, городская парикмахерская в течение месяца проводит обмен цифровых активов на собственные услуги Парикмахерская не специализируется на женской или мужской стрижке и предлагает весь спектр услуг по уходу за волосами Благодаря этому в эксперимент оказываются вовлечены все слои населения вне зависимости от пола и возраста В рамках эксперимента парикмахерская будет принимать биткоин, эфириум, дэш, нем и вейвс Цель эксперимента – выяснить, сколько жителей столицы готовы пользоваться криптовалютой, если не ежедневно, то ежемесячно, за бытовые услуги Чтобы понять, готово ли общество ко внедрению новой экономической модели Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграм и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей Ссылки находятся в описании Запущен первый кран криптовалюты NEM В сети запущен FreeNEM – первый кран, раздающий монеты XM Раздача монет происходит ежечасно, по клику Кран генерирует случайное пятизначное число Пользователь получает соответствующее количество XM в диапазоне выпавшего числа Никаких банеров, перенаправленных ссылок или капчи Все действия с краном не выходят за пределы FreeNEM Вывод денег на указанный в настройках кошелек NEM моментальный по достижении одного XM Кран также предлагает реферальную программу с наградой в 50% от накопленного приглашенными участниками Наконец, на сайте разрабатывается лотерейная программа с бонусными XM Ссылка на кран в описании новостного ролика